Всем привет! Вы на канале Даша Техника и сегодня я хочу вам рассказать про танковый триумф в кавычках украинской техники. Почему так произошло и какие причины, почему такое многообразие техники вызывает довольно серьезные проблемы в организации боевой работы. И сейчас я вам расскажу поподробнее. Итак, поехали! Самое первое, с чем неминуемо столкнется этот импровизированный танковый зоопарк, это практически неподъемная логистика. Боевая ценность любого современного танка, лишенного оперативного подвоза топлива, технологических жидкостей, боекомплекта и запасных частей неуклонно стремится к нулю. И причем даже при исключении всего одной позиции из приведенного списка. И вот тут у УСУ возникает серьезнейшая проблема – своевременное определение чего, куда, сколько и когда нужно. И из чего же в настоящее время сформирован танковый парк Украины, а из наследия СССР, состоящего из Т-62М и МВ, всех существующих модификаций Т-64, Т-72 и Т-80, польской версии Т-72М1, славянской переделки Т-55М-55С и дюжины трофейных российских танков Т-90А и Т-90М. Для полноты картины добавьте сюда американские М1 Абрамс, немецкие Леопарды-2 и британские Челленджер-2. Также украинский танковый парк украшает Т-84У Аплот. Украинцы не успели поставить эти танки в массовое производство, и на десяток упомянутых танков приходится аж 8 базовых версий силовых установок, каждая из которых функционирует на своих типах топлива и масла. А в качестве непроходящей головной боли можно упомянуть и уникальное почти ракетное топливо для М1 Абрамс, состоящее из сверхчистого керосина со специальными комбинированными присадками. 5 калибров орудий в 125 мм для танков Т-64, Т-72, Т-80-90, 120 мм для натовских танков, 115 мм для танка Т-62, 105 мм для М-558, 100 мм для двух разных типов пушек, нарезной для Т-55, Челленджер-2 и М-555С, и гладкоствольный, и все остальные. Это безумная по разнообразию номенклатура боеприпасов по калибру и по типу орудия. И добавьте сюда бесчисленное множество принципиально отличающихся друг от друга узлов и агрегатов трансмиссий и ходовых частей, абсолютно разные тепловизоры, прицелы, дальномеры, вентиляционное и электронное оборудование, а также необходимость оперативной доставки всего этого и многого другого к пунктам питания и технического обслуживания техники, и вы получите реальную картину хаоса, царящего в тыловых порядках ВСУ. Вторая практически неразрешимая проблема заключается в организации технического обслуживания. Если с советским наследием все более-менее налажено, то в отношении танков Североатлантического альянса ситуация обещает быть как минимум интересной. Даже славянская модификация древнего Т-55, производство которого стартовало в 1958 году, получившая противоаккумулятивные экраны, динамическую защиту Blazer, новую систему управления огнем, а также орудия в 105 мм и многие другие продвинутые девайсы, требуют для своего технического обслуживания специально обученных механиков, да и серийно выпущенная партия в 50 единиц не позволяет надеяться на большие запасы запасных частей и агрегатов. Возможность ремонта танков, конечно, очень важна, и здесь не стоит обращать внимание на дилетантские заявления. Мол, легковушки проходят сотни тысяч километров до капремонта, а грузовики также. Разве с танками не так? Здесь можно взять хотя бы открытые данные по танку Т-72. В капремонте эти машины нуждаются через 14 тысяч километров после выхода с завода, а ремонт этот длится полторы тысячи человека часов. А перед этим до капитального ремонта на отметке 8 тысяч пройденных километров нужно провести средний ремонт, который должен восстановить 65% ресурса машины и длиться около 450 человека часов, то есть до месяца. Текущий ремонт танки проходят непосредственно в своих подразделениях, а средний ремонт производится силами Рембаз, а капитальный на бурде танковых ремонтных заводах. Достаточно регулярно у танков по стандартной процедуре меняется и двигатель, также меняются и стволы. Кроме того, экипаж каждый день должен проверять техническое состояние машины, что занимает около полутора часов. То есть вопросы обслуживания и ремонта танков очень важны, и здесь в СУУ упираются в возможности стран-доноров обеспечить заводской ремонт и замену узлов и агрегатов этих машин. Но есть и положительный момент. Ремонт танков Leopard 2 возможен даже в Польше, который занимается их модернизацией. А в крайнем случае есть Германия и другие страны, которые эксплуатируют этот танк. А что касается танков Abrams, то здесь следует понимать, что их средний ремонт в Европе еще возможен, а вот капитальный можно провести только за океаном. И возможно речь пойдет о развертывании на базе одного из европейских филиалов General Dynamics заводского ремонта американских танков. И здесь ничего невозможного нет, но на это может уйти немало времени. А теперь о танках, поставляемых в Великобритании. Challenger эксплуатировался армиями всего двух стран, так что успешное его боевое применение невозможно без присутствия британских, либо же подготовленных в Британии специалистов. И проблема, безусловно, решаемая, но какой ценой? Сколько на это потребуется денег и самое главное времени? Точно сегодня вам никто не скажет. А с немецкой кошечкой все обстоит еще сложнее и проблематичней. Кроме высококвалифицированных специалистов, им потребуется еще соответствующая материально-техническая база. А любому танковому подразделению Бундесфера в обязательном порядке необходимым подразделение ремонтное, взвод, рота и так далее, оснащенное определенным набором технологического оборудования. А до сегодняшнего дня ни одно из подразделений Запада не рассказало о планах поставки в распоряжение ВСУ дорогостоящих технических средств для обслуживания и восстановительного ремонта Леопардов. И как вы понимаете, основной боевой танк Бундесфера – это Леопард-2, и без соответствующего обслуживания Екмонта он превращается в просто многотонную груду металла. Еще 25 января 2023 года глава Белого дома анонсировала передачу Украине 31 единицу основного боевого танка армии США М-1 Абрамс, и это эквивалентно одному танковому батальону по стандартам ВСУ. Кроме того, власти США озвучили планы по обучению танковых экипажей для украинской армии, которые предполагаются начать в ближайшей перспективе. Американцы считают, что эти поставки серьезно повысят способность ВСУ в плане достижения стратегических целей. В то время CNN утверждали, что Абрамсы появятся у ВСУ в ближайшие месяцы. Однако сейчас уже конец года, а о Абрамсах на поле боя мы до сих пор ничего не слышим. Достаточно продолжительная по времени задержка в поставках вызвана тем, что Пентагон не желает отдавать ВСУ боевые машины, состоящие на вооружении армии США, и поэтому они планируют произвести выкуп старых танков у своих европейских союзников по Североатлантическому альянсу и провести на них необходимый восстановительный ремонт. А это действительно требует довольно много времени. Что касается Челленджер-2, то этот эпизодически использовавшийся в Косове и Ираке и в общем-то неплохой, но очень своеобразный танк не может похвастаться громкими победами на поле боя Украины. А небольшое количество их потерь обусловлено не высоким уровнем модернизации, а исключительно превосходной выручкой его экипажа. Рекламный танк американского военно-промышленного комплекса Абрамс отличается слабым бронированием бортов, а его массогабаритные характеристики делают его прекрасной мишенью для крупнокалиберных минометов, кассетных боеприпасов и высокоточной артиллерии. Броня и боекомплекты М1 Абрамс радиоактивны, поскольку в их производстве используется обедненный уран. Именно поэтому горящий американский монстр становится еще и источником выделения высокотоксичных частиц. Потери немецких Леопард-2 в лакайных войнах и вооруженных конфликтах 21 века выражены весьма солидной цифрой, а в Афганистане кроме 15 полностью вышедших из строя, безвозвратно потерянными Данией являются 6 машин, а Канады – 3 боевых машины. В Сирии и Турции потеряло не менее десятка танков, а еще несколько машин стали трофеями курдских незаконных вооруженных формирований. Такие потери вызваны не только его значительными массогабаритными характеристиками, но и наличием уязвимого участка в лобовой проекции брони и близостью топливных баков к местам размещения экипажа, а любой выход из строя бортовой электроники превращает грозный Леопард в неповоротливую и беззащитную груду металла. На данный момент Украина стала самым неудачным местом по количеству потерь Леопард-2 за всю историю его боевого применения. Абрамсы пока отсиживаются в тылу. Оно и понятно – такая машина создавалась до времен, когда копеечный дрон был способен уничтожить многотомную и многомиллионную машину. Хоть до конфликта на территории Украины многие эксперты предрекали окончание танкового века, однако танки до сих пор играют решающую роль, пытаясь разными способами бороться с новыми угрозами. И, например, при помощи танковых козырьков. А специальное видео об этих способах защиты современных танков у меня есть на канале, а также видео об урановых боеприпасах. Я надеюсь, вам понравился мой обзор причин танкового триумфа в кавычках украинских танков. Если это так, то ставьте лайк и подписывайтесь. А мы увидимся с вами в новом видео. До новых встреч. Пока-пока. А также заглядывайте на мой канал Даша Моделс, где я строю модели техники, которые я рассказываю тут. Субтитры создавал DimaTorzok